В Европе разгорается война. Театр военных действий постепенно охватывает все больше территорий, и война становится мировой. Она уже угрожает и СССР. Но советские вооруженные силы еще не готовы к масштабным действиям. Полным ходом идет реорганизация и перевооружение армии и флота, и советское руководство предпринимает отчаянные шаги, чтобы любой ценой отсрочить вступление в войну СССР. Однако 22 июня 1941 года немецкая армия и войска их союзников, не утруждая себя больше поисками подходящего предлога, пересекают границу СССР без объявления войны. Агрессор очень силен, и, пользуясь внезапностью нападения, одерживает победу за победой в приграничных сражениях. Советские войска вынуждены отступать по всему фронту. Однако отчаянное сопротивление солдат, успешная эвакуация предприятий и населения за Урал и напряженная работа советской промышленности срывают планы немецкого командования. Блицкриг выбивается из графика, война затягивается, а перед Германией впервые встает призрак будущего поражения. Но немцы по-прежнему рвутся к столице СССР — Москве. После битвы за Москву обстановка во всем мире кардинально меняется. Немецкая армия терпит первое стратегическое поражение и лишается шансов быстро выиграть войну. Останавливается и продвижение немцев в Северной Африке. Итальянскому флоту не удается захватить господство на Средиземном море. В войну вступают новые силы. После нападения на Пёрл-Харбор на стороне Германии и Италии выступает Япония, а на стороне Великобритании и СССР — США. Таким образом, расположение сил еще меньше складывается в пользу агрессоров. Однако на стороне Германии и ее союзников стратегическая инициатива. Советские войска вынуждены сражаться на пределе. Символом их стойкости становится Севастополь, который выдерживает 11 месяцев осады. Германия и Япония все еще пытаются сломить своих противников и вырвать у них победу войне. Немцы громят Юго-Западный фронт, берут Севастополь и рвутся к Сталинграду. Генерал-фельдмаршал Роммель пытается выбить англичан из Египта, а Япония разворачивает наступление в центральной части Тихого океана. Однако сила сопротивления постоянно возрастает. Именно сейчас назревает перелом во Второй мировой войне. И поражение 120-тысячной армии генерала Роммеля под городом Эль-Аламейн в Египте, гибель четырех японских авианосцев у острова Мидуэй и разгром миллионной немецкой армии группы Б под Сталинградом с полным основанием считаются ключевыми событиями этого периода. Успешные действия советских войск под Сталинградом в корне меняют ход войны. Инициатива полностью перехватывается союзниками. Попытки немецкого и японского командования вернуть себе преимущества заканчиваются сокрушительными поражениями под Курском и в районе острова Гуадал-Канал. Но уже не рассчитывая на победу, неприятель продолжает отчаянно сражаться. После поражения немецких войск в Венгрии советское командование начинает последнюю решающую операцию. С боями переправляясь через Одер и обходя столицу Германии с севера и юга советские войска готовятся к штурму Берлина. Идут последние дни войны. Сплошной немецкий фронт прекращает свое существование. На Эльбе происходит историческая встреча американских и советских войск. Красная армия рвется к сердцу врага Берлину. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, советские солдаты возносят знамя победы над Рейхстагом. В Реймсе 7 мая 1945 года подписывается безоговорочная капитуляция Германии. Цель длительной и кровопролитной мировой войны достигнута. Совместными действиями союзников Германия разгромлено. На протяжении долгих лет армии США, Великобритании и СССР сражались плечом к плечу против общего врага. Теперь, когда противник побежден, необходимо ликвидировать последствия многолетних боевых действий. Время строить мирную жизнь.